итак друзья всех приветствую на своем youtube канале владислав дубчанов сегодня коротко быстро лаконично и понятно расскажу как отторговывать ложный пробой всего напомню существуют как правило это три основных стиля торговли это если есть у нас сильный уровней всегда важно это самые сильные уровни это либо есть у сильного уровня пробой либо отказ от этого сильного уровня либо ложный пробой сейчас у меня будет серия из трех видео в течение там недели-двух я буду выпускать вы сегодня у нас видео посвящено быстро коротко значит ложному пробою как правильно его торговать один из стилей и так начнем значит смотрите здесь я уже заранее составил картинку чтобы не тратить на это время вот когда мы видим что у нас инструмент значит либо быстро куда-то подлетает очень быстро подходит либо откуда-то там сдалека до идет вот это это свечки бары сдалека идет и особенно как-то безоткатно идет и потихонечку подходит у нас есть с удар ну это условное обозначение я так обозначил захотел сильный уровень сильные уровни напоминаю выставляются на 1 часовом таймфрейме на том инструменте которым вы торгуете например если вы вот я торгую на 5-минутном таймфрейме анализирую значит я выставляю уровне на часовом уровень это тот секунд тот та цена куда точнее ну да та цена куда на графике свечки неоднократно бьются именно в этот ценовой ну бывает диапазончик плюс минус но вот как правило это такая точная грубо говоря точное значение плюс минус несколько центов это не об этом если нужно будет напишите в комментариях что нужно выпустить видео по тому как выставлять уровни спроса и предложения потому что в трейдинге цена ходит от одного уровня до другого если пробивает идет следующему если отскакивает значит отскакивать все это самое главное что нужно понять в трейдинге но одно из самых главных дальше я расскажу что еще более важно если нужно выпустить значит видео про видео видео про значит уровне напишите в комментариях итак сегодня мы проложены пробой если мы подходим откуда-то далеко или быстро подходим и значит чертим вот такую значит фигуру паттерн как удобно это называете вообще без разницы вот мы видим что мы врезались у нас заранее стоит этот уровень заранее важно перед каждой торговли составлять план игры то есть заранее выставлять сильные уровни на сегодняшний день не надо их миллион штук делать делайте максимум 3 а лучше 2 а вот есть у нас очень сильный уровне крупный игрок как правило перед сильным уровнем будет фиксировать позицию с целью того что но он же не знает пробьется или нет этот уровень с целью потом если что вдруг он пробьется перезайти но перед сильным уровнем крупный игрок будет скидывать позицию будет на тех кто пытаться пробить этот уровень на них разгружаться как правило как правило вам нужно понимать что сильные уровни в большей степени случаев с одного раза не пробиваются и так мы видим подход у нас у нас есть тренд восходящий мы видим сильный уровень видно что знаете еще бывает как подъезжает подъезжает к уровню и тут такие маленькие теньки у этих свечей тень это вот эта палочка а тело свечи это вот это вот красное или синее такое ну грубо говоря побольше да вот такая вот штучка у свечки а вот и мы видим что поджимают поджимают вот этот уровень но и идут вот тут такие сбросы видимо теньки маленькие рисуются нам показывают что да действительно уровень видно что перед ним сбрасывается главное вот что для ложного пробоя увидеть нам нужно увидеть что идет резкий выстрел вверх и далее эта свечка закрывается с тенью то есть закрывается под этим уровнем вот это все тень а вот тут условно вот так тело свечи вот это нам важно увидеть и что следующая свечка откроется под этим уровнем вот это очень важно для ложного пробоя тогда вот здесь вот отличная точка на вход short потому что ну это ложный пробой состоялся что приказ мы ставим сюда ну за эту свечку либо если она очень длинная то ставим технический стоп стандартный стоп сколько вы ставите за того инструмента ну как какая у него волатильность если мы берем теслу то вот у меня там средний стоп это где-то 027 по базовому активу и я беру 3 к одному 4 к одному если я спать торгую дайсмп 500 спай тф на 7500 то там у меня стоп в основном в районе 008 да и take profit 0.25 то есть примерно там три к одному да бывает иногда 4 к одному и 5 и 6 к одному по-разному если денек волатильный очень и каждую свечку за 20 свечей свить считаете сколько в среднем одна свеча то есть высчитать айти ар а если он повышенный бывает вот на панике был там 015 среднем одна свеча вот так вверх-вниз бегает то естественно стоп повышается тогда и take тоже увеличится ну да ладно это тоже видео друг про другое грубо говоря если нужно пишите в комментариях что такое tr вообще пишите что вы хотите узнать о тренинге обязательно сниму мне ну интересно и нравится делиться пользой с людьми абсолютно бесплатно то есть просто вот на и так если мы вот здесь доступ выступляем то мы отсчитываем вот это вот расстояние умножаем примерно на три на четыре то есть вот это расстояние ну вот смотрите вот раз-два и вот три ну вот здесь где-то у нас take profit до сюда вода но смотрите да если смотрите что не особо сильно и падает как-то то возможно может чуть-чуть пораньше стоит половинку скинуть либо если ложный пробой прямо очень сильно прет вниз то ну на этом take profit или бачит раньше можно половину скинуть и дальше еще возможно потерпеть если пойдет какое-то до падение и кровь польется да ну вам уже легче будет сидеть когда вы половину позу скинете оставшуюся половину допустим по 25 процентов до от этой большой позиции ну или какой-то там позиции вы там подкидываете именно на проливах откатываются у вас уже будет условно взяли 4 опциона данную череды и реакции здесь две зафиксировали уже вам здесь легче две с двумя сидеть даже если суда поднимется у вас уже будет блин убыток не такой который вы бы держали на четыре акции потому что здесь уже зафиксирована половина здесь хорошо поднялось вы смотрите либо оставшуюся в ноль скинете до либо если дальше прет попер ну вот здесь у основания еще одну потому что вдруг двойное дно чертят ну если поперла вниз и еще один вот так правильно выходить из позиции ну а теперь я покажу как это на самом деле происходит на графике что такое ложный пробой он бывает иногда грязный и важно понимать что где есть вот возьмем инструмент спай да и это значит а это и от на и снт 500 вот им я тоже часто очень торгую мне нравится как он вот у него хорошо идут отказы и ложный пробой от уровней если мы возьмем акции то там чаще пробои происходят они более такие ну бегут куда-то и кто покупает вот эти вот отказы в основном это вот в спай хорошо отрабатывает и вот мы видим смотрите что инструмент на открытие на открытие да вот это при марке прошел на открытие в принципе ну думал чё куда как и потом полетел вверх первая волна здесь у нас консолидация здесь тоже был небольшой ложный пробой но такой относительный достаточно первая волна прет но этого ненормально хотя бы вот для ложного пробоя хотя бы дождитесь две большие волны вот видите волна роста консолидации волна роста две волны после первой волны ну вложенный пробой не нужно брать потому что это еще ну то есть как правило трендовое движение дело две волны рано еще да и вот делает раз волну 2 волну ага и здесь у нас заранее стоит вот этот уровень 389 51 это сильный уровень на часовом таймфрейме который цена неоднократно билась там на протяжении года на там около и отскакивала допустим от него вот около там 13 или 12 раз можете сами взять и посмотреть мы видим что подход идет к этому инструменту но подход достаточно такой не очень хороший для отказа или ложного бара видите растем откидываемся растем откидываемся то есть видимо здесь скидывал крупный капитал и на каждый из этих свечей мог произойти разворот вниз прям видно сильно давят а у быков мало сил очень мало сил тогда мы что смотрим мы смотрим пока ключевой этот уровень но мы видим его пробивают и затем а валятся обратно но сразу свеча куда-то сильно не ушла и видите что очень важно огромное был было огромный был рост и за уровнем у нас маленькая шпилька это не ложный пробой потому что ложный пробой это когда ну малое тело и сильно взлетает да ну грубо говоря хотя бы там какая-то часть там половина свечи и так далее должна быть в тени здесь а здесь по сути видите закрылась под а вверх свечки закрывались и долго думали это значит что быки давили давили ну не было слабостью быков важно на отказах уровня на ложных пробоях искать что сила переходит это очень важно в трейдинге сила от одних переходит к другим мы видим что силы потепенно переходят но прям жесткого подтверждения на этом каком-то уровне мы не увидели да мы из-за того что мы чуть прострелили мы можем маленький локальники уровень здесь проставить естественно если его выше пробьет и закроется ниже это уже сигнал потому что в принципе здесь сильный уровень и идут большие сбросы большие сбросы вот поэтому это достаточно немножко грязный ложный пробой но я специально вам показываю грязный ложный пробой чтобы ну не просто идеальная картинка как было до которая там раз в месяц может появится а как в принципе на практике это происходит в данный момент вот сейчас допустим в марте 2023 года рынок на как играют мы видим что смотрите ложного пробоя еще бывает вот такое вот доказательство видите объем такого объема за крайние допустим там да вот здесь был большой объем но здесь тоже не пустили это тоже большой объем вот выстрел идет большого объема за количество свечей там 10 15 20 огромный идет быстро он не всегда будет стрелять но это дополнительное мощное подтверждение и я сейчас объясню почему он происходит видите здесь тоже выстрел это происходит когда рыночные заявки топят вверх а здесь стоят стоит лимитная заявка и объемы стреляют когда исполняется лимитная заявка крупный капитал он не работает рыночными заявками он работает только лимитными у него здесь лимитка стоит здесь лимитка стоит более кто раньше капитал ну там допустим из вот этого вот всего роста выходил он где-то здесь перед сильным уровнем выходил а здесь уже сильные ордера стоят именно на продажу на шорт им же невыгодно где-то здесь шорт вставать они вот тут по сути вот так встанут шорт и ну чё им тут профита забирать они работают по лимитным заявкам вот они спалились раз подтверждение вот эта вершина да видим здесь тоже огромный выстрел здесь есть свечка хотя бы половинка свечи в тени и видим что идет закрытие под вот этим мини локальным уровнем которого пика был предыдущий но мы и так в диапазоне сильного уровня никогда нельзя сказать цент в цент от какого уровня цена развернется я не люблю прям четко уровне я люблю диапазоны потому что цена от этого диапазона плюс-минус вот видим да этот диапазон плюс-минус ну вот есть тут еще один такой достаточно сильный уровень но даже вот этот диапазон от него цена разворачивается потому что никогда не смотрите прям четко в уровень цена может на несколько центов выше ниже и развернуться смотреть именно диапазон и главное смотрите слабость мы видим что быки попробовали медведи их подраздавили быки пробуют медведи давят видим что более красные свечи у медведей это значит давление больше чем и букв хорошо здесь быки вас стали все равно пруд до победного не сдаются и мы видим здесь огромный выстрел объема больше чем предыдущие свечи да это раз особенно если среднюю мы свечку возьмем то средний это в два раза повышенный от среднего объем это круто вот потом мы видим небольшой уровень закрытия под ним это второе подтверждение третье подтверждение что некая такая двойная вершина что уже на этом уровне грубо говоря распечатывался крупный объем объем тоже крупный игрок у него здесь лимитка сработала просто хомяки перли цену по рынку ну или какие-то инвесторы не обязательно хомяки здесь крупняк вот главное ну видеть крупняк на уровне вот он спалился раз спалился 2 спалился третье закрытие спалился четвертое то что сильный уровень вот где здесь вставать шорт и как отрабатывать ложный пробой либо же под вот этим локальным уровнем под закрытие его такой стопчик 015 это один вариант всегда сделки есть 2 2 3 точки входа не переживайте что она одна единственная . входа либо второй вариант это под вот этим сильным уровнем допустим вывод увидели что вот это свечкой потом начала вот ее пробило падать вот здесь встали то есть вот здесь встали либо вот такой стоп два варианта либо здесь либо здесь ну то есть этот конечно же более рисковый 023 но вы поставили заложенный пробой грубо говорят стоп ну захотели если вы не смогли здесь на 015 зайти да вот здесь то на 023 стоп поставили здесь зашли ну нашли пол порции от стандартного объема ну ничего страшного ну пусть будет хоть пол пол порции не так будете переживать если у вас там большой стоп стоит но вы видите реальное подтверждение а вот и поэтому смотрите дальше как и что играет вы видите что пошел отказ он не всегда может сразу упасть не переживайте смотрите что они будут делать если мы берем вот такую сетку фибоначчи и рассчитываем ее от основания падения допустим какой-то либо волны неважно в среднем на к середине откатывается и вот видим к середине откатывается и поэтому идет рост крупный капитал хитро поступает и делает иногда откат и примерно вот в этот диапазон серединку между 0 618 и 786 примерно 07 получается обычно на 0506 мы знаем что происходит у волны потом происходит дальше откат ну то есть волнашка середине подходит они специально делают бывает иногда как правило даст 07 догоняют чуть выше 0 618 05 чтобы подумали другие инвесторы ну блин это уже не откатная волна волна к росту именно там начинается разворот чтобы безу дезинформацию кинуть и вот как раз до 0 7 примерно подняли до чуть выше 0 618 может там 0 05 08 чуть плюс-минус да я вот смотрю всегда вот этот диапазон если я вижу жесткие подтверждение даже если здесь не успел сделку войти эту в эту войти то я вижу сильный уровень я здесь стану вот здесь прям стану даже если вы не здесь стали я вот здесь стану даже пофиг раз . входа 2 . входа 3 . входа я вот здесь стану я вижу здесь мы смотрю консолидация попробовали порасти и все равно не могут здесь у нас мы понимаем что здесь хитрят да и вот здесь вы даже вот в этой точке встаете отсчитывайте три четыре к одному от вашего стоп и даже если ваш топ 023 это сколько на 3060 07 условно и вот вы берете ну вот здесь практически столько сделал 068 ну если мы прям под уровень ставим именно от уровня движения то как раз 07 идеально ровно три к одному рынок делает рынок три к одному вам дает профита вот эта сделка три к одному дает как бы я поступал если у меня 023 стоп то 50 процентов я бы скинул где-то здесь или где-то вот этот минимум пробили где-то здесь 50 процентов бы я здесь скину оставшийся 50 процентов от позы я бы следил если бы я увидел слабость медведей и быки восстают я бы до вышел остальным но оставшиеся 50 процентов я поделил по 25 процентов и скидывал бы на каких-то более сильных дампах так как там премия за опцион очень сильно от волатильности растет вторая точка вот я посмотрел здесь хорошо здесь провалились возможно бы я здесь еще 0 25 скину у меня осталось 0 25 у меня уже большая позиция зафиксирована мне абсолютно неважно насколько этот один акцион уже вырастет не вырастет даже он вырастет до сюда его в ноль скину вообще никак особо не почувствую не надо стараться каждый центик забрать если вот я смотрю что здесь приподняли и опять же ставим сетку фибоначчи сетку фибоначчи именно вот этого ската волны это вот волна и мы видим что опять видите в 0 7 поднимают специально хитрят и здесь еще вот это вот поглощение идет так называемые виллы как угодно они называются вот это тоже паттерн что разворота именно на 0 7 я понимаю что хитрят дальше дампер и я понимаю что дальше можем мы еще либо до этого дна либо за это дно сходить здесь я уже смотрю как и чего но здесь тоже важно размеры волн считать как правило предыдущая волна но не всегда но может при равняться следующее если мы видим это волна примерно 07 то мы ставим от этой волны то смотрим есть принципе потенциал тоже еще на 0 7 ну хорошо если бы мы даже вот это пробили я бы где-нибудь вот здесь скинуться и третьей порции и того у меня общий выход возможен даже здесь но я спокойнее вы сидел и спокойно мог даже дальше продолжить там сидеть и так далее ты уже безопасно сидишь и ловишь дальше ну если падает хорошо если растет то ну тоже хорошо и вот таким методом ты забираешь три к одному в позиции и вот я показал на реальном примере как я отрабатываю ложные пробои каждый день я делюсь там в инстаграме но каждый день наверное больше в телеграме в инстаграме реже показываю в телеграме моем обязательно подпишитесь вот он вещь выше есть да king капиталист подпишитесь я там делюсь сделками показываю вот где я захожу конкретно где я выхожу рассказываю описание даю то есть почему я здесь зашел почему я здесь вышел до показываю как и происходит работа от уровней и вот делюсь всем тем что я занимаюсь все на безвозмездной какой-то основе и так далее да у меня есть закрытый канал да у меня есть обучение но я даю такой материал по которому вы сами можете понять разобраться как это делать конечно если кто-то захочет более детальнее углубиться или там от меня все сигналы получают то конечно это все можно превысить но дальше решайте вы сами от того что ну вот вы будете это приобретать не будете приобретать ну честно мне ну как бы ровно моя задача и моя страсть вы видите как глаза горят это здесь это вот грубо говоря трейдинг это понимание механики рынка пониманием волатильности рынка это сильные уровни это тренды то есть торговля по тренду пошел нисходящий тренда и это сила игроков сила быков силами 2 а также ментальность а также дисциплина и психология вот этот весь соус даст вам результат в итоге я вам говорю что спустя время это эти плоды дадут эффект и так всем большое спасибо если видос понравился обязательно ставим лайк подписываемся на канал и пишем в комментариях реально чтобы вы еще хотели узнать увидеть про трейдинг я буду снимать эти видео сейчас немножечко я паузу небольшую вошел да просто очень сильно работал над собой вот касаемо там дата чего стратегию дата чего ментальность психологию всегда нужно учиться никогда не будет предел совершенству но вот немножко погрузился фокус и вот решил сейчас поделиться вот всем большое спасибо до встречи пока пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока